ДОМ ДРУЖБЫ А также в выпуске. Холокост. Трагедия, которая не должна повториться. Этничность и предпринимательство. На этом черно-белом снимке фотограф запечатлял две еврейские семьи. Мирное мгновение довоенной жизни. Только двое из тех, кто изображен на фотографии, пережили Холокост. Греческое слово «Холокост» переводится как «всесожжение», «уничтожение огнем». Впервые этот термин, как символ газовых камер, использовал будущий лауреат Нобелевской премии мира, писатель Эли Визель. В своих произведениях он подробно описал то, что ему самому довелось пережить в нацистских лагерях. Рассказал об увиденном ради мертвых и живых. У нас в Израиле есть изумительный музей, который помнит не только всех 6 миллионов, но и те, кто им помогал выжить, те, кто помогал им пройти весь этот кошмар. В 42-й Самарской школе о Холокосте детям рассказывают на уроках. Помнить о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны необходимо, говорят учителя. И добавляют словами известного израильского историка Егуды Бауэра. Помнить для того, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Как в нашей школе находится еврейское отделение Гешер, Орт, то, конечно, наши ребята, они в курсе истории Холокоста. У нас в 10-м классе преподается спецкурс истории Холокоста, и поэтому ребята знакомы с этой тематикой. И многие из них знакомы не понаслышке, потому что мы участвуем в ряде международных программ. Каждый год в Международный день памяти жертв Холокоста в школе проходит митинг. Его участники очень хорошо знают, что означает слово «Холокост», знают и о том, что творили нацисты и их пособники. Когда я была ведущей на этом мероприятии, и очень тяжело было его вести, потому что волнение, и в некоторые моменты накатывали слезы, и очень тяжело было скрывать свои эмоции. Сложно справиться с волнением и слушая рассказы о евреях, чудом пережившие Шоа. Именно так на иврите звучит слово «катастрофа». Свидетелей той страшной трагедии с каждым годом остается все меньше и меньше. О судьбах многих своих родственников заме Бармапов почти ничего не знают. Они все погибли в Холокосте. Мать и ее сестра – это единственные, кто остались от ее семьи, от силы ее семьи большую, у которых там было пять братьев, еще два сестры, дяди, тети, и все остальное ничего не осталось. Поэтому я это очень близко к моим чувствам, моим воспоминаниям. В список приговоренных к уничтожению народов помимо евреев попали и русские, и украинцы, и поляки, представители многих и многих национальностей. Сегодня мы должны помнить, что нам никогда нельзя закрывать глаза на такие ситуации геноцида, потому что это означает выбор человечества нового будущего. Каждая смерть не только в результате войны, а именно в результате каких-то прямых указаний, каких-то политических решений. Каждая такая смерть – это гибель целого мира. Каждый раз мы выбираем какое-то свое будущее. И я бы хотела, чтобы наши дети помнили, что нельзя просто стоять и смотреть, нельзя забывать. Именно для того, чтобы мир, который мы передадим потом нашим детям и внукам, стал именно таким, которым мы хотим увидеть. Каким мы хотим увидеть, а не таким, каким мы вынуждены его строить после тяжелых, страшных катастроф. Уроки Холокоста и в том, говорят участники памятного митинга, что надо любить и уважать друг друга. Сегодня это особенно важно, чтобы такое больше никогда не повторилось. Этническая тема в современном мире пользуется большим спросом. Для большинства предпринимателей именно национальная составляющая становится отправной точкой их бизнеса. Они понимают, что человека этнические различия могут заинтересовать, они могут его развлечь, они могут человеку принести какое-то удовольствие. Особенно это касается национальной кухни. По данным социологических опросов, каждому пятому любителю питания вне дома нравится кавказская кухня. В крупных российских городах с населением более миллиона человек большой популярностью пользуются рестораны с итальянской и японской кухней. Посетители пробуют разные блюда и с головой погружаются в национальную атмосферу. Некоторые предприниматели, рестораторы пытаются создать подлинный этнический образ, но обращают на это внимание. Говорят, что важно, если это грузинская кухня, давайте у нас будет здесь Грузия в миниатюре. И когда человек приходит, он может попробовать грузинские блюда и окунуться в эту атмосферу. И это, наверное, интересно многим из нас. Вот эти вот эмоции, они сегодня тоже продаются, покупаются. Сегодня в тренде не только всевозможные сувениры, но и национальная одежда. Все популярнее становятся вечеринки и фестивали, попасть на которые можно только в этническом костюме того или иного народа. Мы знаем, что многие модельеры сегодня используют в своих коллекциях тоже вот эти вот этнические и национальные мотивы. И человеку это тоже интересно, это популярно. Также мы можем какие-то вот национальные товары приобрести в сувенирных лавках. Получается, что этничность сегодня, она не только способ идентифицировать себя, соотнести с какой-то группой, но еще и способ приобрести какой-то доход, приобрести какое-то новое впечатление. И в этом смысле есть еще один подход, вообще научный, да, этничность, она как некая ситуативная характеристика, которую люди могут использовать для достижения своих жизненных целей. Когда-то давно сложился стереотип, что этническое – это старомотно и несовременно. Сегодняшние реалии доказывают обратное. Чтобы правильно расставить национальные акценты, нужно постоянно что-то узнавать, читать, сравнивать и понимать, что общего имеют разные народы одной большой страны. Душевные разговоры, национальные песни, танцы, а еще искренняя радость от долгожданной встречи. Так бывает всегда, когда Дуслык собирает своих друзей на одной сцене. Оказаться в любимом творческом пространстве не только со своими друзьями, а еще и с детьми и внуками – это дорогого стоит. Первый руководитель татарского национального центра Дуслык – бриллиант Хананова – ловит себя на мысли. 20 лет пролетели как миг, но миг интересный, прожитый с пользой, насыщенный важными делами. Начиналось с двух, с трех человек. Я ходила по квартирам, где живут, уговаривала. И так вот, три, пять, потом шесть, и вот так вот. Спустя 20 лет, что все-таки душу греет вашу? Душу мою до сих пор греет музыка, мелодия, песня. Я очень тронута, что годы ушли, и радостно, что мой труд, мое начинание не прошло даром и оставляет свое наследство. Маленькие участники большого праздника охотно демонстрируют свои достижения родителям, близким и друзьям. С помощью цветных карандашей юные художники создают яркие орнаменты татарского народного костюма. Дети постарше пробуют свои силы в кулинарном мастер-классе. Учатся готовить костобы, тонкие лепешки с картофелем. Я готовила национальное татарское блюдо, да, я уже попробовала, откусила пару раз. Мне оно очень понравилось. Оно готовилось на пресном тесте с начинкой картофельной. Не прошло и получаса, как маленькие поварята перевоплотились на сцене в сказочных героев и рассказали зрителям поучительную историю про трех сестер по мотивам татарской народной сказки. Национальные песни и танцы. На сцене и опытные артисты, и совсем юные. Сегодня на празднике присутствуют как старейшины, да, которые только начинали, основывали, отрадно видеть их здесь, да, наш татарский центр. Так же и младшее поколение. Вот сейчас вот подошли, вот, да, к нам маленькая, самая юная участница, да, Дания Аргеткина. Вот, она будет исполнять песенку «Аккуян». Очень отрадно, что мы можем, значит, перенять поколение, да, передать старшее поколение младшим всю свою культуру, да, все искусство. Культурный и творческий диалог с представителями других национальностей, проживающих на территории Нефтегорского района, и еще один плюс в копилке татарского национального центра «Дослэк». Мы сейчас видели, в национальных костюмах люди выходят, как это на душе прям приятно. Когда музыка родная звучит, тоже очень приятно. Каждому народу очень приятно слышать свою национальную музыку, свои национальные одежды, когда люди одевают. И надеемся, что это способствует еще лучшему укреплению, дружбе, согласию. Юбилей Нефтегорского центра «Дослэк» стал праздником для всех, вне зависимости от того, кто на него приехал – татары, чуваши или русские. Наверное, потому что хорошее настроение не имеет национальности и объединяет все народы.